В Министерстве обороны США опровергли факт существования угрозы распространения ИГИЛ в странах Центральной Азии, назвав это российской пропагандой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Пентагона, полковника Кона Фолкнера. Россия продолжает разжигать глобальные опасения по поводу ИГИЛ в Афганистане в попытке подорвать усилия США в Афганистане, заявил Фолкнер. По его словам, с заявлениями о попытках ИГИЛ захватить территорию в Центральной Азии, Москва стремится вбить Клин между США и их региональными партнерами. Напомним, ранее замглавы МИД РФ Олег Сыромолота во время выступления в Душанбе заявил, что Афганистан становится опорной базой боевиков. По его словам, численность членов ИГИЛ в Афганистане может достигать 10 тысяч, и почти половина из них сосредоточена в северном приграничье. Сыромолотов отметил, что боевики стремятся свергнуть законные правительства, захватить территории государств Центральной Азии и России и построить Северный Харасан. Критики отмечают, что так называемая угроза ИГИЛ на самом деле используется Россией для прикрытия своих колониальных действий в странах Центральной Азии. Однако, сами США одновременно с этим используют ровно эту же схему обоснования своих действий в Сирии. Редактор субтитров А.Семкин